Привет, друзья, с вами Кик. Помните, в одном из моих видео я сказал, что до того, как начнется булл-маркет, самые главные факторы – это налогооплатежные законы, принятие этих законов, это кастодисервизы от больших игроков и банков. И также я сказал, что до того, как булл-маркет начнется, много скам-проектов, как бонус, будут ликвидированы, вообще умрут, уйдут с рынка. Так вот, насчет этого, как это будет происходить? Периодически я получаю уведомления от Binance и от других экшенжеров, которые делают делистинг некоторых коинов, которые когда-то они начали предлагать инвесторам и трейдерам. Смотрите, как эти проекты попали в экшенж. Во-первых, экшенжам неинтересен вообще проект скам или нет. Главное, будет торговля на нем или нет. Тот же CZ Binance в одном из своих интервью он сказал, что это было касательно Ethereum Classic, что это было касательно Ethereum Classic, что вот опять Атака, как вы можете предлагать такой инструмент для инвесторов и трейдеров, когда курс этой монеты находится под таким риском. А CZ Binance сказал, что не только CZ Binance, но и другие экшенжи сказали, что нам это, по сути, неинтересно. Короче, этот коин торгуется, дает вигоду нам в комиссиях. Ну все, остальное нам неинтересно. Это ваше дело, инвестировать в этот коин или нет, купить, держать этот коин в своем портфеле или нет. Этот вопрос очень много обсуждался в англоязычном Твиттере, что экшенжам плевать, в принципе, на инвесторов. Как эти проекты попали в экшенжи? Вы знаете, что листинг-экшенж, к примеру, у Binance стоит 100 тысяч долларов приблизительно. Так вот, в начале эти проекты просто договариваются попадают в экшенж, делают деньги, а потом экшенж делает делистинг. Это не так, чтобы вот в один день они решили сделать делистинг этих коинов. Это заранее все планировано. Скам попадает в экшенж, делает деньги. И для тех, кто делал этот скам, и экшенж коррупционно получает деньги не только из комиссии, но и из листинга, и из договоренности, что они поставят это в экшенж. И потом для того, чтобы очистить, стереть историю, они просто делают делистинг. И эти коины через несколько недель, максимум месяц об этом забываются. Это стандартная процедура, которая уже себя очень много раз показывала. И еще касательно экшенжа Binance. Поскольку я заинтересован, как этот экшенж развивается, и стоит ли инвестировать в BNB и все такое. И вот в истории Binance есть несколько конфликтных ситуаций, которые уже для меня ясно, почему эти проблемы имела экшенж Binance и до сих пор имеют. Смотрите, они начали в Китае, потом пошли в Хонг-Конг, потом в Джапан, Токио, потом в Мальта. Интересно то, что эти переезды компаний, они были обоснованы исключительно тем, что Binance не хотела следовать законам касательно урегулирующихся экшенжев. Потому что в таких экшенжах не может быть воштрейдинг, не может быть листинг спам-проектов. И самый важный момент, это когда они из Токио пробрались в Мальта, из Японии. Потому что Япония очень активна в плане законов, чтобы эти технологии не вредили, эти финансовые технологии не вредили инвесторам. И вот в Японии все очень аккуратно и четко написано насчет экшенжев, их регуляции, чему они должны следовать. И переезд из Японии в Мальту, где вообще беззаконие касательно этой темы, для меня негативно влияет на репутацию Binance. Очень негативно. Потому что тот же Ликвид, тот же Экшенж Ликвид полностью прошел регуляции. И просто очень четко ясно, что Binance идет в ту страну, где нет регуляции, чтобы зарабатывать деньги. Это комиссия и цена, которые должны платить, чтобы сделать листинг коина. Но и кроме этого, это договоренность с такими спам-компаниями насчет прибыли из общего количества суммы, полученного из трейдинга от Binance. Это просто ясно как день. И я решил, что перейду вообще на Ликвид Экшенж. Потому что, да, это мне не грозит. Я не инвестирую в такие проекты, как Ethereum Classic или Hot, или Quark, или Wings. Да, это мне не грозит. Типа, теряя средств из-за спам-проектов. Но в любом случае, мне грозит другое. Компания. Сколько времени компания будет переезжать в страны, где нету регуляции. И что с ним случится, с моими средствами случится, если эта компания однажды не успеет переезжать или та страна, в которой она находится, решит, что, возьмет и решит, что Binance должен отчитываться, что как было перед законом. В этом случае что случается? Во-первых, это грозит сразу же замораживанием средств. Поэтому лучше полностью регулированной регулированной биржи. Тут еще и касательно децентрализованных бирж. Вопрос скамов и именно таких же коррумпированных, скажем так, проектов, листинга этих проектов exchange, не решается с помощью DEX децентрализованных exchange. Это все равно не решается этим. Потому что тот же Binance объявил, что вот комиссия примерно, опять же, 100 тысяч долларов для листингов DEX. То есть тот же Binance снова решает, что там должно быть залистивано, за листингов она или нет. Поэтому DEX это не решение спам-проектов. Вот почему нужны регуляторы. И все те, кто думает, что они против того, чтобы правительство урегулировали эти вопросы, я против этого. Я за, чтобы правительство полностью урегулировало exchange. Я выхожу из Binance. Вот и все. Спасибо всем. Пока. Пока.